Я давно уже не читаю того, что на официальном форуме Seven Days to Die пишет Роланд, которого там называют Троландом и вполне заслуженно, ибо новостей от него обычно ждать не приходится. Но тут недавно, а если точнее в прошлый четверг, он наконец-то выдал что-то похожее на настоящий инсайт. Ничего конкретного, конечно, он не рассказал, но намекнул жирно. Ты смотришь канал Сурвагер и у меня для тебя есть новости об игре Seven Days to Die. Подписывайся на канал, усаживайся поудобнее, сейчас обо всём расскажу подробно. Итак, по словам Роланда, в четверг он пообщался с Джоэлом тем, что Хуенинг и узнал, что на следующей неделе тот планирует поделиться с сообществом информацией о том, как сильно в игре может измениться система крафта. Сам Роланд пишет, что уже успел поиграть с этой новой системой. И по его словам, новая система крафта кардинально отличается от того, что имеется в игре сейчас или было доступно в игре в прошлых альфах. И это изменение, по его мнению, окажет большое влияние на игровой процесс. Также Роланд выразил уверенность в том, что когда игроки узнают больше подробностей об этой новой системе крафта, они обязательно произнесут фразу, которую Джоэл уже неизменно говорит перед выходом каждой новой альфы. И звучит она так. Это совершенно новая игра. В то же время некоторые форумчане уже успели отреагировать на этот пост и даже выдали свои версии того, что могут сказать игроки в итоге. Так, например, одной из версий является нечто вроде «Вы опять сломали игру, с меня хватит». Но не спешите делать выводы и возмущаться. Давайте для начала посмотрим, что чуть ранее об этом изменении рассказывал Джоэл, и уже тогда будем решать, насколько это будет хорошо или плохо. Итак, на эту тему у Джоэла было всего два поста в декабре 2021 года, и вот что он там рассказал. Первый пост содержит такой текст. Возможно, нам придется полностью перебалансировать части оружия для двадцать первой альфы из-за новой системы крафта, над которой я сейчас работаю. Новая система сделает крафт более детализированным, так что вы сможете создавать разные виды оружия. Так, например, на двадцать пятом уровне навыка вы сможете создать трубный дробовик синего качества или двуствольный обрез, но уже коричневого качества. Даже увеличение навыка на единицу потенциально позволит вам создать немного более лучшее оружие. Все это я затеял потому, что вижу, как игроки часто переделывают оружие в долгосрочной игре, чтобы получить минимальное улучшение по мере роста их навыков. И второй пост был уже таким. Ничего еще не готово, но речь идет о навыке крафта для каждого предмета в игре. Связанные с этими навыками книги и схемы могут добавить бонус к навыку создания тех или иных предметов. И, возможно, в игре также могут появиться разнообразные технические журналы или что-то вроде того, прочтение которых также сможет улучшить ваш навык. Таким образом, благодаря новым книгам, схемам и техническим журналам повышение уровня интеллекта или другого навыка может дать вам, к примеру, плюс два к навыку создания какого-то предмета вместо плюс один, как ранее. Система прогрессии лута также должна быть улучшена, чтобы игроки не становились слишком сильными слишком рано. А вместе с этим должна измениться и система навыков, в которой каменный топор синего качества можно будет создать гораздо проще, чем стальной топор того же качества. Ну что ж, ребята, если вы ждали возвращения самой первой системы крафта, которая была в ранних альфах с сеткой крафта и открытием рецептов путем акс-создания, то этого не будет. Как я понял, вся суть изменений системы крафта будет сводиться к изменению системы прокачки персонажей, которая уже будет влиять на то, какие предметы и какого качества сможет создать игрок. Сейчас все опирается только в материалы, которые нужны для создания того или иного предмета. И умея создавать инструмент или какой-то тип оружия синего качества, например, пистолеты, при наличии материалов и при необходимости схемы этого предмета, ты сейчас вполне можешь создать предмет более высокого тира, например, СМГ также синего качества. Грубо говоря, просто умея в целом создавать инструменты синего качества, ты можешь одинаково легко создать как каменную лопату синего качества. Так и стальную лопату того же качества, не говоря уже про бур или бензопилу. Изменения, о которых говорит Джоэл и Роланд уже не позволят этого делать так просто. И в 21 Альфе, если ты, к примеру, научился создавать каменные лопаты синего качества, то этих знаний тебе хватит разве что на создание стальной лопаты самого низкого качества, если вообще этих знаний будет достаточно. Про бур и бензопилу тут, конечно, речи уже и не идет. Этих изменений, скорее всего, стоит ждать уже в 21 Альфе, которая, по словам Роланда, может выйти в конце этого года. Что может означать, что поиграть в 21 Альфу мы сможем только в 2023 году. Ждем, что расскажет Джоэл на следующей неделе о новой системе прокачки и крафта. А чтобы не пропустить обзор новостей на канале, не забудь подписаться и прожать колокольчик, и активировать все уведомления. Ну и не забывайте поддерживать канал лайками и спонсорскими подписками. Желаю всем добра и мирного неба. До новых встреч на канале Сурвагер. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok